Ты убил моего отца? Нет, я твой отец. Спойлеры, бля! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и рубрика Мысли вслух. Сегодня мы поговорим про спойлеры, что это за мразь такая и с чем её едят. Начну с того, что я частенько люблю полазить по сериальным группам ВК. Мне в основном нравятся прикольные арты, новости со съёмок или забавные фотокастов проектов. Но всё чаще в комментариях я стал натыкаться на крикунов, жалующихся на спойлеры. Притом, ладно, если проект только вышел. Но люди жалуются на то, что группы публикуют информацию к сериалам, которые закончились, например, 3 года назад, как те же дневники вампира. Так правы они или нет? И сколько спойлер является спойлером, пока не станет общедоступной информацией? Давайте разберёмся. И сразу хочу напомнить, на моём канале нет и не будет спойлеров. Ну или будут, если они прям очень нужны, и то только после длительного предупреждения. И для начала, что же такое вообще спойлер? Согласно Википедии, спойлер это преждевременно раскрытая важная сюжетная информация, которая разрушает задуманную авторами интригу, не даёт её пережить самостоятельно, и, следовательно, лишает читателя, зрителя, игрока некоторой части удовольствия от этого сюжета, чем портит всё впечатление от него. Проще говоря, вы заранее узнаёте какой-то сюжетный ход и не можете его сами пережить в полной мере. Но есть и такие, кто сами просят рассказать им какие-то сюжетные ходы, и для них это не будет плохой вариацией спойлера, так как тот или иной проект им не особо интересен, и, возможно, они знакомы с ним только косвенно. На момент записи ролика таких людей можно найти под постами с сериалом «Сверхъестественное». Такие люди в комментариях сами просят рассказать им, чем всё закончилось, и для них это не будет ужасным спойлером, так как они когда-то начинали смотреть проект, но потом его забросили. И теперь, не собираясь догонять события, они просто хотят знать, каков финал. Но есть и другая аудитория, для кого спойлеры, ну прям, очень важны. И кто не хочет заранее знать, что Сэм стал богом, один Люцифером? Проговорился. Бывают спойлерах и исключения. Когда очевидный спойлер, на самом деле спойлером не является. К таким исключениям можно отнести моменты, когда студия сама выкладывает в своих сетях сюжет на важную информацию, касательно недавно вышедшего эпизода или сезона. И если какие-то группы эту информацию публикуют, то да, с одной стороны это спойлер, но с другой, если сама студия считает, что можно об этом рассказать, то почему кто-то должен считать иначе? Но так когда же можно будет рассказывать спойлеры в полной мере, не обращая внимания на крики о спойлерах? Каков срок годности спойлера, скажем так? Этим вопросом задался британский сайт Music Magpie и провел опрос среди своих посетителей, по результатам которого выяснилось, что большинство начинают спойлерить спустя 33 часа после выхода эпизода сериала, а фильмы можно начинать спойлерить спустя около 10 дней после их выхода в кинотеатре. Ну, к фильму мы еще вернемся, а вот насчет сериалов я не соглашусь. 33 часа после выхода эпизода? А если кто-то ждет выхода всего сезона, на таких людей плевать? Ну, не, я так не думаю. Я считаю, что все достойны вкусить сюжет, не омраченный подсказками, в полной мере. А поэтому на основе собственного опыта я вывел свою небольшую формулу. Назовем ее формула Kong. Да, я сразу предупрежу, что она никак не подтверждена научно или еще как-то, и является только моей идеей. Я считаю, что спойлерить любой сезон любого сериала можно в полной мере и без зазрения совести после его завершения, спустя столько дней, сколько было серий в сезоне. Плюс 7 дней. То есть, 15 сезон сверхов можно начинать спойлерить спустя 27 дней. А, например, второй сезон пацанов спустя 15 дней. Ну, а что если кто-то только начал смотреть сериал? И если человек занятой, то, понятное дело, он не сможет посмотреть 15 сезонов за 27 дней. Тут я могу посоветовать только одно. Изолировать себя от источников, напрямую связанных с сериалом. Ну, и быть внимательным в общих источниках. Только так и никак иначе. Потому как конец сезона, конец сериала, это достаточно громкое событие. И людям хочется его обсудить в деталях. И то, что кто-то только начал смотреть сериал, который идет уже год, два, 15 лет, никак не влияет на общую аудиторию. Но, повторюсь, спойлерить деталями можно, как по мне, только спустя озвученный интервал. И если тот или иной сериал вам интересен, и вы следите за ним, то постарайтесь уложиться в график по серии в день. При том, что в запасе есть еще 7 дней. Помню, самый жирный спойлер в моей жизни я поймал чисто случайно. И касался он последней части Мсти... Сумерек. А произошло это, когда фильм только вышел. Я сидел у друга, пришла его сестра с подругой. И давай обсуждать кино со всеми подробностями. Я практически даже не слышал, о чем они говорят, но главный финальный твист фильма я услышал. Но не придал этому значения и забыл об этом. Но потом, когда все-таки решил сходить в кино, я наблюдал, как все сидят с такими лицами. В то время, когда я сидел с таким. Тогда-то я и дал себе зарок, что никогда не буду спойлерить без нужды. Так а когда же все-таки можно спойлерить фильм в открытую? Ну, тут я считаю все просто. Фильм можно спойлерить через месяц. После того, как он выйдет на официальных носителях. Проще говоря, после того, как его лицензия появится в сети. Но что если спойлер? Вот прям кровь из носа, как надо рассказать. Для этого есть одно старое правило. Дайте собеседнику, читателю, зрителю выбор. Знать спойлер или нет. То есть в разговорном варианте это должно быть понятное предупреждение. Не так, что сейчас будет спойлер, Дина Костель стали парой. Здесь нет выбора. Ты сразу слышишь спойлер. А как-то так. Сейчас будет спойлер. Ты точно хочешь его знать? Да, давай. Ну, тогда ладно. В текстовом же варианте вам помогут такие точки, которые дадут выбор, спускаться по ним или нет. Ну и напоследок, быть мерзким спойлерастом очень плохо. На таких людей вы могли натыкаться, когда выходили «Последние мстители». Где-нибудь в комментариях они либо просто писали текстом, что случится в фильме, либо прятали кадры из фильма в гифках-обманках. Я, честно, не знаю, зачем такое делать. Может, для поднятия собственной самооценки за счет кучи уведомлений от гневных комментариев. Может, еще для чего-то. И таких вот мерзких спойлерастов, я считаю, надо банить до конца жизни. В каждой группе, на каждом канале, да где угодно. Драть их долго кверху жопой. Ну, а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А также обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, справедлива ли формула Конг по отношению к спойлерам. А также пишите, как вы считаете, через сколько в открытую можно спойлерить фильмы или сериалы. Ну, а в описании для вас я оставлю ссылки для вашей поддержки канала. А также ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим. Да и на канале мы частенько вместе смотрим разного рода короткометражки. Также, если захотите поддержать канал, то в нашей группе ВК вы можете приобрести прикольные стикеры. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. И не будьте мерзким спойлерастом. Пока! СПОИЛЕС